всем привет и сегодня на канале в стране чудес будет очередной обзор моих покупок в магазине волдырь из сегодняшний обзор предлагаю начать с обзора покупок для маруси маруси в машину купили вот такой вот лежак маруська у нас не очень хорошо переносит перевозки вот такой же лежак у меня куплен поменьше домой и маруська его любит я его люблю меня под столом он лежит здесь очень толстая классная подушка ее можно отдельно стирать просто мих куча я сама люблю туда ножки ставить мне прям вот и маруська там вместе со мной под столом любит лежать купила большой размер вот троечку успела урвать за 1300 домой нести смысла нет вот такая вот она стеганая такая очень большая и вот тут ремешочек вот пристегиваю марушку же показывал такой лайфхак с алиэкспресс чтоб она по всей машине не прыгала не скакала но тем не менее маруське вот в лежаке комфортнее всего когда вот ездим куда-то надо чтобы был именно лежак но я думаю что еще нужно какой-нибудь коврич и купить потому что все равно она еще вот туда вот выбегает лапами хватает стелить на заднее сидение чехлы у нас не вариант потому что иногда приходится разбирать задние сидуху для того чтобы что-нибудь привести ну мы же деревне живем понимаете багажник бывает иногда маловато поэтому вот так вот в общем вот эти лежаки рекомендую вот так вот магазин называется вот так вот эти самые самые классные примут прям зачетные вот прям могу от всей души порекомендовать лежак действительно офигенный ну он стоит денег марусь у тебя-то как лежак нравится хрю нравится да марусятка нравится нравится из нее что он нравится знаешь что тебе всего нравится 2 все маруся дома маруся дома все у маруси есть команда маруся дома да марусенька все лежим тихонечко дох маруся дома все маруся дома все дополнительно для маруси был куплен вот такой лежак машину очень интересный магазин gift in home что меня поразило производство этого лежака италия представляете себе лежаки которые для собачек продаются практически по той же цене а тут такая вещь он складной три части общая длина метр двадцать ну и ширина 40 то есть так вот 40 на 40 если сложенном виде есть ручка для перемещения продается вообще как и дачный коврик там для пикников для загара тут видите все на липучках так и самое интересное у него еще вот этот вот чехол он на молнии то есть его можно просто постирать взять снять и постирать я считаю что для машины будет самое то что надо ну и мне очень понравилась вот эта вот расцветка с бабочками там есть другие расцветки всякие жирафики и тукан и всякие тропические но мне вот эти бабочки ну очень понравились сейчас покажу вам как это будет выглядеть в машине и кстати в этом же магазине я купила еще две кружки и полочку домой сейчас давайте посмотрим как ковричек будет смотреться в машине ну что ковричек лег вот от края до края вот тут у меня он начинается и вот так вот лежачок и вот так вот ковричек то есть теперь если марусю мы возим с собой она будет грязными лапами она уже не запачкает сиденья кстати у кого есть детские кресла кто детишек возит вот этот ковричек можно постелить вот так чтобы дети не пачкали ножками сиденья тоже очень хорошая идея так что ковричек просто супер зачетный взяла вот такую полочку в коридор тоже в магазине give in home она металлическая сделала в таком стиле прованс с такими красивущими розами как у меня пьер де рансар вообще просто обалденные розы в первую очередь для того чтобы можно было ложить шапочки чтобы маруська их не таскала не трепала маруся когда видит шапку с помпоном то эта шапка будет обязательно съедена крепится просто на саморезы на стенку полочка небольшая но очень даже вместительный даже очки их уместили очень даже миленькая там есть всякие другие расцветки таких полочек прикольно очень удобно ну функционально то есть кто подо что возьмет тому для того и будет тут мы приспособили для шапочек и для расчесочек вот такая вот милота ну и как вы понимаете в магазине gift in home я увидела кружки огромные кружки объемом 700 миллилитров если честно было очень трудно выбрать потому что там несколько кружек с разными принтами принты все красивые но мое сердце покорило больше всего вот эти вот две кружки первая кружка это кружка сердце санкт-петербурга вы знаете прекрасно что я живу в ленинградской области как вы понимаете несмотря на то что я не в самом санкт-петербурге так или иначе меня везде окружают магазинах всевозможные сувениры связаны с санкт-петербургом но вот эта кружка она меня просто покорила во-первых посмотрите на ее не детский не детский размер это просто огромная кружка высота 12 с половиной сантиметров и в диаметре она 10 сантиметров вот художник который рисовал принт к этой кружке он сюда вложил наверное все сердце всю любовь это это что-то не это что-то невообразимое вот тут вот на кружке написано внутри люблю тебя петра творения вот здесь же дублируется стихотворение пушкина и тут у нас ангел с александровской колонны исакиевский собор игла адмиралтейство казанский собор медный всадник тут у нас петропавловская крепость и сфинксы на набережной и еще раз александровская колонна и даже атланты и храм спаса на крови и чугунная ограда михайловского парка ну и сам александр сергеевич пушкин вот такая вот класс нючая кружка очень удобно держать в руке как вы понимаете 700 миллилитров вы знаете что я фанатка чая и фанатка вот таких вот не детских кружек это и хороший подарок как для себя любимых так и для кого-то вообще просто вау единственный как бы косяк это вот валберес как обычно вот чем начудил ну то есть свои наклейки вы знаете мне такое чувство что где-то на складах валбереса трудятся такие знаете гномы-тролли которые только и думают куда так приляпать эту наклейку чтобы испортить товарный вид товара ну вот к сожалению вот так причем кружки сделаны не где-нибудь а соединенном королевстве то есть в англии производства и вторая кружка такого же не детского размера с обалденным притом да кстати кружки замечательно упакованы то есть помимо коробки еще вот пупырки внутри так вторая вот такие вот лошадки это что-то это что-то это что-то невообразимое то есть это такая же огромная кружка не абсолютно одинаковые вот такие две но вот это тоже ребенок у меня сказал мама купила себе и дочь и сказала я тоже хочу такую кружку кстати когда они пришли в разные два дня то есть это пришло в понедельник это пришло в пятницу но показываю все сегодня когда распаковывала в пункте выдачи вот эту кружку там все ахнули вот это размер да это не детский размер кружки очень красивые обалденные просто ну кто любит лошадей в общем у них там все коллекции все по коллекциям все 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 что хотите можно собрать целые коллекции вообще просто кружки просто вау ну вот так нальешь чайку и сидишь смотришь кино и не надо попу поднимать чтобы пищевать и налить вообще классно ну и кто конечно любит пить не из мелкой посуды именно вот для них такие вот вообще кружки причем она не такая тяжелая у меня придут предыдущая кружка было ее очень тяжело было брать а эту кружку легко брать не напряжно в принципе содержимым но все равно то кружка было тяжелее вот эти вот как-то мне удобненько хорошо держать в руке хоть так хоть сяк хоть как в общем кружки классные завидуйте мне ссылочки кстати если хотите я оставлю на эти кружки и вообще на все что купила ну как обычно внизу в описании под видео и теперь под занавес и теперь под занавес примерочка ну вот такая вот солнечная курточка и она последняя больше нету в магазине я решила что я ее возьму удобные карманы можно вот так а можно вот так кайфовая куртка мне нравится такая здесь свободно есть такие вот штукенцы хорошо просторный мне очень нравится и капюшон снимается все желтую курточку оставил капюшон с два под мою желтую курточку взяла вот такие вот брючки но даже мерить их я не буду потому что 58 размер мне просто я утону в этом 58 размере я просто вижу что я в нем утону это на очень-очень широкие бедра то есть я просто утону в этих брюках хотя они сами по себе стоят недорого можно было в этом что взять уши перешить но не хочу не хочу ой как сегодня шумно у нас пункте выдачи поэтому сейчас посмотрим еще одну курточку желтенькую курточку я взяла под мою желтую курточку взяла желтую шапочку сейчас я ее померю ну чё говорят что я не модная что это за шапка это не шапка это презерватив какой то на голове ну что это такое это да это ужас не включает ну отказ долго ехала и желтенькая курточка мне больше понравилась производитель радует ну что ж примерочку посмотрели как я уже и сказала ребята не надо мне говорить что мне модно что мне не модно я сама выбираю вещи которые носить мне и моему ребенку и под финал у нас разочарование лимитированная помада от лояль из коллекции канны вот такая вот ветвь пальмовая замечательная в принципе помада главное посмотрите на самой помаде вот такой вот принт сделан вот это пальмовая ветвь помада сама по себе в принципе такая нюдовая такая перламутровая но больше всего взбесила знаете что ее запах для меня очень важно запах вот этих всех вещей то есть он должен быть еле-еле уловимым вот эта помада она пахнет как большая часть помад в советском союзе как бы не печально это было кстати тут есть и специальный код подтверждение что это оригинальная помада не подделка никакая но тем не менее кстати тоже была заляпана она наклейкой от вал береса запах чем пахнет эта помада кто помнит в советском союзе был такой шампунь болгарский роза вот это запах вот этой помады он меня просто бесит этот запах он он как бы приятный понимаете он как бы приятный но для меня это самый противный запах на свете отлично для меня поэтому вот эту помаду я скорее всего подарю своей маме она к запахам относится совершенно абсолютно безразлично а вот для меня это просто критично то есть ну вот как то так так что вот так вот собственно ну а на этом сегодня все как обычно ссылки оставлю внизу в описании под видео в инфобоксе если что-то не оставлю пишите в комментариях закину вам ссылочки в комментарии ну а я на этом с вами прощаюсь как обычно всем желаю всего хорошего мира и добра и пока пока пока